МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот парень, спешащий на тренировку с заснеженной улицей Киева, не просто заурядный посетитель бассейна. Неделю назад он стал чемпионом Европы на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем, да и весь 2017 год принес спортсмену из города Ровно много желаемых наград. Среди них серебро чемпионата мира в Будапеште и три медали универсиады в Тайбэе. Благодаря уникальным природным способностям и трудолюбию 21-летний украинец стал одним из лидеров мирового плавания. Знакомьтесь, талантливый и обаятельный Михаил Романчук, герой нашей программы. Знак Зодиака Лев Животное Со львом Любимое время года Лето Миша родился в городе Ровно. В семье тренера по легкой атлетике и учительницы начальных классов. Занятий спортом ему было не миновать, но право выбора шестилетний ребенок надо отдать должное родителям все-таки получил. Папа как сказал, куда ты пойдешь тренироваться, говорит, какую секцию выбираешь. Я говорю, я пойду плавать в шесть лет. Так оно и получилось. И вышло так, что оно пошло-пошло. И папа как нормальный папа сделал. Не начал забирать меня на легкой атлетике. Первое знакомство с большой водой у Миши было мягко говоря не самым приятным. В двухлетнем возрасте он чуть не утонул в бассейне на отдыхе. С тех пор появилась боязнь глубины. Уже занимаясь тренером, комфортно чувствовал себя только на мелкой части бассейна. Как только дно нельзя было нащупать ногами, появлялась паника. Потом, когда проплываешь половину бассейна, я останавливался. Я сказал, я дальше не поплыву. Я просто боялся. И стоял, плакал, было плакал. И тренер все время говорил, ну холодно. А я стоял, дрожал. Я говорю, да. Он такой, ну иди в душ. Я ходил в душ. По полтренировки стоял в душе. Прям в такой горячей воде, в кипятке выходил. И все тело было такое красное. Прям как рак был. Но потом боязнь глубины прошла. И появились результаты. И победы на соревнованиях. В школе Миша тоже учился хорошо. Его первой учительницей была родная мама, которая строго контролировала учебный процесс сына. Я школу закончил с золотой медалью. И начиная с класса седьмого я уже начал учиться на отличника. Конечно, учителя помогали, потому что уже с класса девятого я практически не ходил в школу, но я учился. Меня мама давала задания. Я брал у учителей работу, домашние задания. Ехал на сбор. И мама по телефону меня контролировала. Любимое блюдо? Солянка. Могу приготовить? Макароны из-за литей кетчупа. Любимый напиток? Мамин компот. Свою первую медаль чемпионата Украины Михаил Романчук завоевал в 11 лет. Это была бронза на дистанции 800 метров его любимым кролем. Ценности медали добавляло то, что соревновался Михаил с ребятами на 2 года старше. В 15 лет юное дарование позвали в национальную сборную Украины по плаванию. И он смог проявить себя уже на международных соревнованиях. Первая моя медаль – это юношеский чемпионат Европы. В 2014 году я тогда выиграл 800 с рекордом соревнований, с юношеским рекордом Европы. Второй на полторашки и третий на 400 был. И через месяц уже была юношеская олимпиада. Я 400 выиграл, а 800 был второй. Много лет Михаила тренирует Петр Нагорный. Коллеги-тренера считают их дуэт чуть ли не идеальным. Отец и тренер чемпионки мира и Европы Дарьи Зевина, Юрий Зевин, восхищается их совместной работой. Это два фанатика. Причем в хорошем смысле слова. И такое сочетание тренера-спортсмена настолько редкое. Вот, собственно, вы и видите результат. Один трудоголик, а второй фанатик. Вот они и выдают на гора результат. Конечно, понятное дело, что у меня парень уникальный. Ну и тренер у него на сегодняшний день, я считаю, одним из лучшим тренеров-стайеров в мире. И я не преувеличиваю это. В 2015 году Михаил Романчук из юношеского спорта перешел во взрослый. В планах спортсмена было пробиться в элиту мирового плавания. На чемпионате мира он показал седьмой результат. На следующий олимпийский год ставились задачи повыше. Уже в 2016 году мы ставили определенные цели. Там призы на Олимпиаде, призы на чемпионате Европы. С чемпионатом Европы все получилось. Было две бронзы на 800 и на 1,5. А на Олимпиаде тренер немножко расслабился. Ну и я тоже. На Олимпийских играх в Рио Михаилу Романчуку не удалось попасть в число 8 участников финала на дистанции 1500 метров вольным стилем. В квалификацию он показал 15-й результат среди 45 пловцов. Олимпийским чемпионом стал итальянец Григорио Пальтриньери. Их пути еще не раз пересекутся, а пока Михаилу оставалось только анализировать причины неудачного олимпийского дебюта. Я весил на 5 килограмм больше, чем сейчас. Все-таки это существенно... А как же у вас так перед Олимпиадой раскормили? Мы немножко поменяли методику тренировок на воде и решили больше сконцентрироваться на скорости. И, естественно, скорость появилась и думали, что за счет базы, которую мы наработали этот год, оно как-то и получится. Но, видимо, не получилось. И в зале мы делали очень, как бы так сказать, силовую работу. А как качали мышцы? Да. И получается поправился на 5 килограмм. Вроде бы 5 килограмм мышц. А только с этого... Мечта. Добиться золота на Олимпиаде. Счастье. Добиться того, чего я хочу в спорте и сделать свою полноценную хорошую семью. Любовь. Как сказала одна маленькая девочка, любовь это... Вот тебе понравился цветок, ты взял его и сорвал. А любовь это когда ты ухаживаешь за цветком. То есть ты его поливаешь, за ним ухаживаешь, чтобы он расцвел. На Олимпийских играх в Рио Михаилу не удалось подняться на пьедестал почета. Зато посчастливилось встретить свою любовь прыгунью в длину Марину Бех. Завычные ребята были знакомы давно. Но первая встреча состоялась именно под горячим бразильским солнцем. Так вышло, что я шел после тренировки, а Марина шла в столовую кушать. И мы как-то так встретились. И стояли, наверное, около часа разговаривали просто. Ну и потом так завязалось общение. После безмедальной Олимпиады Михаилу нужно было вернуть уверенность в себе и подтвердить свою уникальность. Уникальность в умении много работать, не ныть. И самое главное, потом всю эту работу реализовать на соревнованиях. Потому что на моей памяти было спортсменов достаточное количество, которые могут переварить большое количество работы. Но потом на соревнованиях что-то не получается. Но в протоколах соревнований об этом уже никто не пишет. Миша может и хорошо тренироваться, и качественно соревноваться. Это редкость. Мы с тренером начали сезон в этом бассейне в Киеве. И уже мы сделали тогда некоторые коррективы как в тренировках, так и в питании. Я до этапа Кукамира уже был не 82, а 77, как сейчас. Боевой вес скинул этих 5 килограмм. И уже на этапах Кукамира было 6 золотых медалей и четвертый результат в истории плавания. И поэтому сезон начался хорошо, так он и пошел дальше. В июле 2017-го на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште Михаил стал вице-чемпионом на своей коронной полторашке Кролин. Уступил только своему главному конкуренту итальянцу. Зато в декабре на чемпионате Европы на короткой воде в Копенгагене стал чемпионом, опередив Пальтриньере почти на 8 секунд. Он выиграл чемпионат мира, а я выиграл Европу. Приятно? Было приятно и стал более спокойный в душе. Как-то такое спокойствие появилось. Он не новичок в таких соревнованиях. Он уже вроде бы как ветеран. Прошу не путать, это не старый воин, а опытный. Дания настолько маленькая страна. Я был поражен, там были полные трибуны. Мы соревновались в концертном зале, где построили бассейн. Если не ошибаюсь, наверное, тысяч пять с половиной зрителей приходило на финалы. Очень бурно они болели. Ну а так, для статистики, я сам вот узнал, в Европе занимается официально плаванием 90 миллионов человек. Достаточно большое количество. В мире полтора миллиарда. Представляете, в какой каше мы варимся и еще достаем еще медали. Поэтому это дело не простое, но у нас пока получается. У каждого спортсмена есть свои так называемые забобоны, которые помогают настроиться на удачное выступление на соревнованиях. Игрушка, талисман, амулет, молитва, счастливая футболка. У Миши есть счастливая плавательная шапочка с секретом. На чемпионате мира я плыл в той же шапочке, в которой на Европе. Только на мире я плыл одной стороной, а на чемпионате Европы я ее вывернул. Потому что на шапочке у меня есть флаг Украины, моя фамилия, а с другой стороны спонсор, который разрешен на чемпионате мира, но не разрешен на чемпионате Европы. И ко мне подходит организатор и говорит, ты в этой шапочке будешь плыть? Я говорю, ну да. А ты говорит, в этой шапочке нельзя. Я говорю, а если я ее выверну? Ну то есть шапочка та же, а просто будет белая. Ну без ничего. Он такой, хорошо, можешь плыть. Ну и так оно и вышло, что я тут в чисто белой шапочке. Любимый бассейн? Будапешт. Мне там очень понравилось. Бассейн, атмосфера, организация. Город-страна. Я очень люблю Сингапур. Хобби? Я люблю футбол, люблю автомобили и очень обожаю баскетбольные кроссовки. Профессиональный спортсмен не всегда может позволить себе увлечения, которые могут привести к травме. Например, любовь к футболу у Миши с раннего детства, которое он провел в Аргентине. Там какое-то время работали его родители. Смотрит по возможности все матчи с участием любимого клуба, но сам в футбол играет редко. Я люблю футбольный клуб «Барселона». От самого детства, поскольку мы жили в Аргентине, потом там Лионель Месси и Лионель Месси в Барселоне, и поэтому так оно, наверное, и сложилось. Вот так. Конечно, иногда хочется очень сильно поиграть в футбол. Иногда бывает такое, что идем и играем. Но мы играем как? Там поворот там побить, особо, чтобы было менее травматично. Стараться минимум движений, но якобы футбол. В своем виде спорта плавание у Михаила Неткумиров. Хочет сам быть примером для молодежи. После того, как свою спортивную карьеру завершила Яна Клочкова, Денис Силантьев, Олег Лисогор, в украинском плавании наступило неприятное медальное затишье. И вот его, наконец-то, нарушили новые звезды. Дарья Зевина, Андрей Говоров, Михаил Романчук. Конечно, мы своим поведением, своими тренировками пытаемся показать маленьким подрастающим детям, что неважно, в каких условиях ты тренируешься, если ты хочешь, и у тебя есть желание, и при этом тренер, есть возможность, в плане, что организм позволяет, то ты можешь добиться много чего в спорте. Сейчас мы пришли к такому выводу, что без юношеской сборной качественной не будет, то есть кто-то должен снаряды подносить, чтобы эти пушки стреляли. Я надеюсь, что вот это трехлетие, которое у нас осталось до следующих Олимпийских игр, мы проведем правильно и получим спортсменов таких же Клочковых, Романчуков, Зевиных и так дальше. Кто хоть немного в своей жизни занимался плаванием, понимает, что проплыть дистанцию в полтора километра задача не из легких, тем более на соревнованиях. Тут важна не только физическая подготовка, но и стратегия, и тактика. Постоянный контроль ближайших соперников. Миша рассказывает, что он видит и как ведет себя во время заплыва. Ну, у нас же есть очки, и мы под водой все прекрасно видим. И, естественно, я больше смотрю не над водой, как все кажется, а потому что у меня очень низкая посадка над водой, на воде. А я смотрю под водой, то есть я могу видеть две ближайших дорожки справа и слева. В основном я вижу из-за шорта, потому что если шорты синие, то они сливаются, и сложно увидеть. А сейчас шорты сделали разноцветные, и там есть и черные, и зеленые, и красные, и под водой все прекрасно видно. В первых приблизительно метров 300-200 я оцениваю ситуацию. Я стараюсь далеко не отпустить соперника, потому что если далеко отпустишь, уже и не догонишь. В метрах 300 я оцениваю ситуацию, и там уже все остальное импровизация. Любимая музыка? Рэп. Любимый фильм? Достучаться до небес. Любимый праздник? Новый год. Особое место в сердце Михаила занимает еще одна девушка, его младшая сестра Наташа. Для нее он готов на многое. Например, вместе учить стихи из ее школьной программы. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Я ее очень сильно люблю. Я для нее стараюсь сделать все возможное, привожу с каждой путевки. Буквально я уехал ровно в Киев на три дня, но я обязательно ей что-то привезу. Ну, я ее очень сильно люблю. Мишиному обаянию невозможно не поддаться. Он быстро находит общий язык с любым человеком, даже с потенциальным соперником. У него хорошие гены, у него папа марафонец, и поэтому я не знаю, как это биохимически доказать, но спортивные гены дают о себе знать. Соответственно, крепкий характер и удивительная дружелюбность и коммуникабельность. Причем это и с украинскими спортсменами, и с иностранными тоже. Как член элитной группы спортивного клуба «Энергостандарт», в котором тренируются лучшие пловцы из разных стран мира, в 2017 году Михаил Романчук тренировался в Турции. В следующем году планируется тренировочный сбор в Кейптауне, Южная Африка. Главным стартом 2018 года для нашего героя станет чемпионат Европы на длинной воде в шотландском Глазго. Ну и, конечно, все усилия спортсмена и тренера будут направлены на подготовку к Олимпиаде в Токио-2020. А через 20 лет Михаил Романчук видит себя таким. Ну, такой уже седина проявляется. Живу в своем доме. Домик небольшой, семейный. Собака, семья, дети. Ну, семейный человек так. И тебе сколько? Двое. Не хочу больше. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok